На детской площадке горожан собралось немного, но малыши, а здесь были не только аутисты, заполонили всю игровую зону. Особенные дети чувствовали себя комфортно, хотя обычно они боятся всего нового и трудно идут на контакт, говорят их родители. Каждой маме, особой маме, маме особого ребенка, известно вот это выражение, дай пять. То есть это коммуникативный жест, которому обучают всех особых деток для того, чтобы они могли взаимодействовать. Поэтому у нас сегодня вот такие вот символические голубые ладошки, и мы очень надеемся, что может быть сегодня с помощью них кто-то из деток сможет все-таки научиться делать вот этот жест, дай пять. О том, насколько сложно ребенку-аутисту в обществе, знает Людмила. Она самостоятельно искала специалистов для своей дочери, когда ее посчитали нетрудоспособной. Государство помогло только пенсионным обеспечениям. Я пришла поддержать, потому что, зная, с чем они столкнутся, особенно понимая важность раннего, ранней диагностики, раннего вмешательства, очень бы хотелось, чтобы какой-то центр у нас был открыт, где было бы постоянное сопровождение этих детей. Организаторы акции не ограничили сообщения. Они собирали подписи к петиции о создании центра реабилитации для детей-аутистов. Мы организовали электронную петицию в Краматорский горсовет с просьбой создать центр для детей-аутистов в Краматорске. Возможно, даже лучше это будет, если он будет областного значения, поскольку у нас в Донецкой области нет такого центра государственного, в котором наши дети могли бы получать эту помощь бесплатно. Родители особенных детей говорят, что в этот день не были одиноки. Они нашли единомышленников, которые хотят помочь. Самое главное, мы сюда пришли, это поддержка тех семей, в которых растут детки с аутизмом. Это поддержка, что они не одиноки в своей проблеме, в своей беде. Секретарь центра сегодня выступает аниматорами для детей-деток с аутизмом и подготовили культурную программу. Они проводят игры, раздают подарки, которые предоставили спонсоры. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый 161-й ребенок рождается с аутизмом. В Украине родители таких детей часто предпочитают молчать о проблеме, боясь осуждения общества.